Американский кинорежиссер Роберт Родригес, знакомый зрителям по фильмам «Город грехов» от заката до рассвета, решил провести необычный эксперимент с путешествиями во времени. Машину времени никто еще пока не придумал, но зато отправить что-то в будущее можно, просто спрятав эту вещь от человечества, скажем, на следующие сто лет. Именно так поступил режиссер со своим новым короткометражным фильмом, который смогут увидеть только те из нас, кому удастся прожить еще целый век. А прямо сейчас еще больше мировых новостей в нашей следующей рубрике. Недавно в Альпах прошел один из самых известных в Европе международный фестиваль воздухоплавания. В нем приняли участие десятки команд из 15 стран мира. Отметим, что это мероприятие проводится вот уже три десятилетия, с 1979 года. Помимо традиционных воздушных шаров на небе, можно было увидеть оригинальные конструкции самых разных форм и расцветок, что, однако, не влияет на их полетные свойства. Тем временем астронавт НАСА Скотт Келли, находящийся на борту Международной космической станции, продемонстрировал особенности игры в настольный теннис в условиях невесомости. На видеозаписи Келли показывает, как на орбите можно сыграть в пинг-понг при помощи ракеток с водоотталкивающим покрытием и шарика из воды. А вот на аукционе, который пройдет в Нью-Йорке 27 февраля, будут выставлены порядка 300 инструментов знаменитостей. Некоторые из них связаны с такими личностями, как Эрик Клэптон и Боб Дилан. Для того, чтобы привлечь больше покупателей, организаторы представили разные коллекции с автографами и многочисленные предметы, связанные с музыкой. Не так давно в Москве открылось первое кафе, полностью предназначенное для поклонников 3D-печати. Здесь за чашкой кофе любому желающему готовы объяснить, казалось бы, столь сложный технологический процесс. Кроме того, разрешается принести для распечатки свою модель, которую после изготовления можно доделать в местной мастерской. Как отмечают основатели, главная задача таких мест – популяризация новых технологий. Пока основные гости заведения – это дизайнеры, архитекторы, изобретатели и моделисты. Те, кто увлекается трехмерной печатью. Но в скором времени организаторы надеются привлечь и более широкую аудиторию. Накануне в парижском Грам-Пале один из модных домов в рамках недели высокой моды представил новую коллекцию «Весна-лето-2016». В эпоху стремительно меняющегося мира дизайнер Карл Лагерфельд предложил погрузиться в тихую гармонию японского сада. На подиуме доминировали пастельные тона. Главными аксессуарами стали тонкие пояса с накладным карманом для смартфонов. У эффектного показа был столь же эффектный финал. Деревянные панели павильона поднялись, и зрители увидели всех участниц показа. Как коллекцию фарфоровых кукол в подарочной коробке. На календаре 4 февраля четверг. И сегодня государство в Южной Азии Шри-Ланка отмечает свой национальный праздник – День независимости. В этот день по всей стране проходят многочисленные парады, танцевальные и тетрализованные представления. А прямо сейчас о том, что еще интересного произошло 4 февраля, расскажет наша следующая рубрика. В этот день, 161 год назад, в 1854 году, была основана военная крепость Верный. А в 1992 году на Международном кинофестивале во французском городе Тур первую премию получил фильм «Месть» казахстанского режиссера Ермека Шинарбаева. Фильм Сергея Азимова «Хроники мертвого моря» получил вторую премию. Семь лет назад, в 2008 году, известный казахский писатель, лауреат Международной премии имени Михаила Шолохова Сабит Досанов был избран академиком Академии Российской Литературы. А в 2010 году в Кокшетаусском государственном университете имени Шокана Уолиханова создан региональный диссертационный совет. Три года назад, в 2012 году, в Атерау, в областном музее искусств, открылась выставка работ юных художников «Зимние узоры». Как есть это название ежегодной рестобарной премии, где определяются лучшие рестораны, кофейные бары? В этом году в конкурсе приняли участие более 200 заведений, которые стремятся улучшить свой сервис и заслужить любовь к казахстанцу. О том, как проходила эта премия, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Рестобарная премия «Кокейс» в этом году проходит уже девятый год. На днях состоялась церемония награждения, где определили лучшие заведения нашей страны. В поле 200 ресторанов соревновались в 11 категориях. «Открытие года», «Лучшая кофейня кондитерская», «Лучший ресторан восточной кухни» и в других не менее интересных номинациях. Наша задача, конечно же, это как можно больше алматинцев, казахстанцев познакомить с разными кухнями, которые открываются с разными ресторанами, заведениями, и показать им, что этот рынок растет, и они могут ходить по заведениям и выбирать лучшее для себя. В открытии участвовало очень много ресторанов. В этом году больше 220 заведений приняли участие в голосовании. И в 11 номинациях будет каждый по один победитель, 11 призеров. Как показала практика, общепитность каждым годом старается внести новинки в меню и в сам сервис. К слову, в этом году открылось 93 заведения, но в то же время закрылось 90 ресторанов. И мне кажется, уникальность именно в том, что не только можно было голосовать на сайте, но и также почитать рецензию, к примеру, Леонида Жребцова, дизайнера, Нурбергена, известного диджея. Потому что всегда интересно, как они относятся к тем или иным местам. Оценивалось несколько критериев. Это и, конечно же, атмосфера. То есть, будет ли нашим гостям интересно, приятно, шумно, не шумно. Конечно же, и большое внимание уделялось сервису, персоналу, как персонал работает с гостями, учитывает ли он их пожелания, обходить ли он. Ну и, конечно же, меню. Звание лучшего ресторана, счет которого превышает 15 тысяч тенге, получил управляющий заведением Виктор Пан, который признается, что он уделяет большое внимание качеству обслуживания. Я думаю, мы будем работать в таком же темпе, как и работали, но это большая благодарность будет именно нашим сотрудникам, потому что это их заслуга. И все держится в первую очередь именно на сервисе, потому что это неотделимая часть, и она очень необходима. Поэтому у нас проходит тщательный отбор, проходит обучение и все прочее, что связывает именно с общепитым сервисом в работе. По словам победителя в номинации «Открытие года» Бахтияра Махсутова, блюда в его ресторане готовятся только из натуральных продуктов, которые привозят из фермерских хозяйств. Будь мы победителями, мы бы, наверное, передали нашу ресторанную премию, не оставляли бы себе, передали ее. В 2015 году открылось очень хорошее кафе, где люди работают с одаренные люди. То есть там работают люди не со всеми возможностями, как у обычного человека. То есть инвалиды работают, обслуживают инвалиды. То есть люди боялись выйти в свет вообще когда-либо. Но благодаря ассоциации, благодаря хорошей работе психологов, профессионалов своего дела, люди начали выходить, люди начали отталкиваться от своей боязни. Люди работают вообще повара-профессионалы. То есть готовят люди, которые с опытом, которые прошли обучение полностью где-либо. Бахтияр Махсутов передал премию своим коллегам, которые успешно ведут ресторанный бизнес, несмотря на все препятствия и помехи. Правда, представителей от данного заведения на мероприятии не было. Изначально, когда мы делали проект, мы изначально хотели получить премию за этот проект. И делали его максимально интересным, чтобы получить эту премию. Изменения в работе мы мы носим постоянно. Мы постоянно улучшаемся, оптимизируемся, делаем вкуснее, придумываем различные блюда, улучшаем сервис. Постоянно работаем. Если бы даже премии не было, то все равно мы постоянно делали бы вкуснее, интереснее и всегда бы делали хороший сервис. Рестобарная премия собрала много отзывов в интернете от самых разных людей. Все старались поддержать и принять в нем участие. Было очень приятно увидеть такую активность от рестораторов, то, что им действительно нужна эта премия, и они действительно хотят в ней участвовать. Это народное голосование, и премия проходила в два этапа. Первый этап – это онлайн-голосование народное. На портале от нашего сайта все люди, очень много людей также у нас посетило в этом году, голосовали за любимые заведения. И тройки лидеров этого голосования, они проходили в полуфинал, и там их уже оценивала экспертная жюри. В специальное навручение приехал известный артист Нурлан Абдурен, который, кстати, был в составе жюри. Я люблю покушать. Я гурман, да. Я люблю вкусно покушать. Поэтому для меня очень большая честь, что вот мне пригласили поучаствовать в такой хорошей премии. На самом деле, ребята заслуживают всех похвал, и очень здорово, когда в нашем городе появляются хорошие заведения, когда приятно посидеть, и не просто посидеть, а когда еще это все очень хорошо, красиво обслуживается и подается. А те рестораторы, которые остались без награды, не теряют духа. Ведь впереди следующий год и новые соревнования за звание лучшего. Надзерки Садыкова, Александр Фень, Жаня Кун. Как сэкономить на свадьбе? Уверен, этот вопрос задают себе многие казахстанцы. И прямо сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе. Сегодня у нас в студии организатор свадеб, или мне больше нравится свадебный организатор. Да, как-то это интереснее звучит. Более свадебно, торжественно. Жанара Искендирова, доброе утро. Доброе утро, Жанара. Спасибо, что пришли. И как? Спасибо вам. Ну, мы должны все понимать, что свадьба – это в любом случае затраты. Если более конкретно говорить, то есть такой формат вечеринки, как пати. Это к нам пришло с Америки. Многие молодожены сейчас больше придерживаются этому. Могут найти место, где им предложат более приемлемые цены. То есть не той, да, а вечеринка? Сделать, наверное, фуршет. Сделать. Это вечеринка, где люди могут свободно передвигаться, общаться с друг другом. Как вот в американских фильмах. И многие молодожены… Часто сейчас такое происходит? Я пока еще таких свадеб не видел. То есть у вас уже были такие, да? Да, были. И многие молодожены сейчас… Ну, если у нас в Казахстане, то это называется в одной вечеринке сделать три казахских традиции. То есть это Касазату, Царасалу и Кудалак. Ух ты! Такой формат вечеринки может… Ну, это для молодоженов, которые бежат, не позволяя сделать большой той. Ну, либо они уже сами, может быть, отошли от такого и хотят более что-то современное, интересное. Вот эти традиционные моменты, я думаю, что можно оставить. Нет, я думаю, что их обязательно надо оставлять. Да, конечно. Но можно все сделать в один день, почему нет. Да, да, интересная мысль. Так, какие еще практические рекомендации? Вот, допустим, если речь идет не о формате, вы сейчас привели, да, там, пример формата. А если стандарт? Если стандарт, ну, для начала я бы советовала определиться с бюджетом, чтобы не выходить за рамки его. И мы должны знать, что половина бюджета, то есть 50% уйдет на банкет, как правило. Остальные 50% мы можем распределять на фото-видео ведущего. Это очень важный фактор при организации свадьбы. Не одна свадьба не проходит без этих позиций. Дальше мы можем выделить деньги на оформление зала, то есть это декорации, цветы и ткани. А уже то, что останется, можно использовать на шоу-программу. Это, я говорю про среднестатистические свадьбы, можно организовать. Выделить деньги на оформление зала, то есть это декорации, цветы и ткани. А уже то, что останется, можно использовать на шоу-программу. Это, я говорю про среднестатистические свадьбы, можно организовать таким образом. Ну, вы знаете, я думаю, что ключевой вопрос здесь в том, и об этом, кстати, многие забывают, казалось бы, такая обычная вещь, но это, кстати, не только свалеб касается других. Сразу обозначить действительно бюджет. Да. И прям жестко его старайтесь исполнять, потому что... Не исходить от ресторана, да. Сами себя оптимизируете, сами себя дисциплинируете, да? Хотя это очень сложно удержаться в рамках, когда что-то такое готовишь. Ну, вот посмотрю, да, когда у тебя Марика будет замуж выходить, как ты ограничишь бюджет? Я не собираюсь пока об этом думать. Так, и парочку, или, может быть, один совет тем нашим телезрителям, телезрительницам, их семьям, которые уже сейчас как бы в процессе подготовки, да? Как они могут там уже в процессе как-то оптимизироваться? Если вы сейчас находитесь в процессе подготовки свадьбы, то вы должны правильно поставить приоритеты, что для вас важнее. Если, ну, например, у вас нет большого бюджета звать казахстанских российских звезд, тогда я бы вам посоветовала пригласить лайв-бенд, который будет выступать на протяжении всего вечера. И петь те же самые песни. Петь те же самые песни, да, и в любом формате. Мы желаем вам замечательного тоя или очень компактной, но душевной домашней вечеринки или поездки классной. Да, неважно, как вы отметите этот день, главное, чтобы была любовь, уважение и счастье. Да, и долгая совместная жизнь. Это самое главное. Шанар, спасибо, что вы были с нами. Спасибо вам. Вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Создать свой бренд начинающему моделеру значит открыть собственное дело. Сегодня мы расскажем, как удалось это сделать двум молодым и амбициозным девушкам. Начинать мне просто бизнес пришлось самой, практически без первоначального капитала, там буквально я заняла немножко денег. И, естественно, не хватало на то, чтобы развернуться, как хотелось бы, да. А Ерема Хатова, как сотни других девушек, просто увлекалась шитьем. Выбирала наряды для себя, экспериментировала с тканями, а потом поняла, что дизайн одеждой – дело всей ее жизни. И к его воплощению решила подойти ответственно. Обратилась в фонд развития предпринимательства «Домо». Сходила, проконсультировалась, и мне там объяснили, что есть такая система, то есть программа «Дорожная карта бизнеса», по которой можно получить не только кредит, но и грант. То есть это безвозмездные деньги для развития бизнеса. Ну вот я все узнала, что нужно, собрала какие нужны документы. А Ерема Хатова с самого начала стала шить необычную одежду, обладающую способностью меняться, то есть одежду-трансформер. Каждая из этих платьев имеет несколько десятков вариантов ношения, превращаясь то в юбку, то в брюки, то в кардиган. А Ерем не скрывает, модели придуманы уже давно, но в Казахстане были почти не освоены. Я пытаюсь внедрить на наш рынок казахстанский более практичные вещи, более мобильные. Вот появилась мысль делать бальные и свадебные платья, трансформеры, чтобы это было не на один день, как у нас часто бывает. То есть купили бы дорогое платье, один раз надела и куда его потом девать. Из этих соображений появилась идея делать свадебные платья более удобными, чтобы можно было, во-первых, на самой свадьбе его удобнее носить, танцевать и так далее. То есть торжественная часть, она в длинном, в пышном платье, потом эта юбка убирается и у нас получается обычное коктейльное платье, которое, в принципе, потом нужно в жизни носить. Юбку тоже нужно как-то переделать и делать короткую, допустим. Другой молодой дизайнер Жанель Мусаханова с идеей организовать свой бренд одежды тоже обратилась к дому. Девушка знала, что если даже не выиграет тренд, то все равно откроет для себя много полезного. Школа молодого предпринимателя. Мы проходили обучение в течение двух недель. Нас обучили основам бизнеса, маркетинга, как открыть свое дело. И это дало возможность молодым людям себя проявить и получить какие-то навыки. Для меня, как для творческого человека, это очень было полезно. Я прошла, и там еще был параллель. После этого конкурс. Получается, по региону Алматы я стала победителем. Школа молодого предпринимательства – это специальный проект фонда «Домо». В ней начинающие предприниматели, а точнее те, кто хочет ими стать, достигают основы бизнеса. Идеи, которые выдвигают слушатели лекции, самые разные, в том числе и продвигающие моду. Фонд «Домо» – это прекрасный фонд, который дает от знаний каких-то, как вести собственный бизнес, как его начать, до финансовой поддержки. Консалтинг также туда входит. То есть дает знания, консультации и деньги. Это хорошо. Теперь же Нель Мсаханова планирует плотное заняться организацией бренда. Бизнес-план уже есть. А наша первая героиня Гири Махатова получила в грант размере полтора миллиона в тенге. На эти деньги Гирим купила оборудование. Пока что ближайший – это вот Open Way конкурс и неделя моды казахстанская. Пока так. Потому что, честно говоря, пару лет назад, когда я только начинала, я об этом вообще не… То есть я думала, но не планировала. Я думала, что зачем мне это нужно. Я хочу делать вот… сшить свое себя в мастерской маленькой. То есть тогда было все намного меньше масштаба. И мне этого хватало. Сейчас я понимаю, что хочется уже чего-то большего. Оказывается, фастфуд ухудшает успеваемость ребенка в школе. Это доказали сотрудники университета Огайо. Ученые выяснили, что дети, которые часто перекусывали такими продуктами, хуже справлялись с тестами по математике, естествознанию и чтению. Это связано с недостатком железа в таком рационе, что приводит к замедлению развития. Лучше всего приготовить ребенку полноценную и полезную пищу на утро. Это может быть каша или омлет с сыром, а, например, в обед котлеты из курицы и пюре. А прямо сейчас тему детей продолжит наша постоянная рубрика «Балапандар». И он кладет папилку на меня. Мне подарки кладет. А у меня попался такой бам-бамби. Потому что там могут лежать какие-то вещи, которые не положены в такое место. В шкафчик там, в бето там. В носок только можно сладости складывать. Потому что он Дед Мороз. Потому что мешок слишком тяжело и трудно плести. Может быть, потому что Новый год. А в рюкзаке мало места. Чтоб ребенок был счастлив. Чтобы тренироваться. Чтоб было хорошо. Хорошо чувство. Не болело ничего. Чтобы похудеть. чтобы качать мышцы, чтобы стать сильными. Домовой это такой... Я видел у бабочки, что они наливают молоко, пирожные там нужно, а оказывается, нет никакого домового. Я еще не видела таких. Он у него сверху такая шляпа. Домовой это такой челтик, который ходит по ночам. Это такой сосед, который у себя дома есть рядом с другим соседом. Почему что лук слишком острый, что даже его запах уже из-за него плачет? Потому что лук это... Есть два слова. Лук один такой, лук один такой. Потому что... Потому что это больно. Потому что лук щиплет глаза. Гаджет? Это такой телефон. Это телефон. Это телефоны. Это такой вот гаджет. Я не знаю. Катка что-нибудь такое. А, это такой телефон? Арсен Даулетов, Вайнер. Играл в одной из команд КВН города Актау. Стендап-комик. В настоящее время выпускает юмористические видеоролики на социальные темы. Доброе утро, Арсен. Здравствуйте, Асель. Здравствуйте, Серик. Доброе утро, да. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Арсен, сейчас вы известны как бы обществу больше как Вайнер. А чем вы до этого занимались? Вы были больше в КВН, да? Да, я изначально КВНщик. Мы играли здесь, в городе Алматы. Выиграли Алматинскую лигу. Потом нас позвали на телевизионный проект «Наш Казаш». То есть мы продолжили этот проект. Вы были в кадре или вы еще и пишете? То есть наша команда, мы и писали сценарий, и играли. Сейчас как бы так выгодно. Хорошо. Поэтому проект закончился. Опять поехал домой в Актал. В Актал. Ну а сейчас, я так поняла, планируете вернуться? Да, такая небольшая цель есть – покорить Алмату. Что вообще означает Вайн, да? Давайте тем телезрителям, которые не знают, о чем идет речь, лучше Арсен расскажет. Да, ну Вайн – это вообще социальная сеть, такая же, как Инстаграм. Только в Инстаграме 15 секунд было, то есть видео есть. А в Вайне там в Штатах 5 или 6 секунд. И отсюда уже здесь такая тенденция пошла, называть 15-секундный прикол Вайном. То есть если ты снимаешь эти приколы, то, соответственно, Вайнер ты. Да. То есть, да, вот. Вот такая новая профессия. Да, новая профессия. Многие сейчас думают, что как бы она так… ну, никто не воспринимает ее. На самом деле тоже трудно в 15 секунд уложить мини-историю, чтобы она была смешная, еще была концовка определенная. Начало, кульминация, концовка. Краткость – сестра таланта. Поэтому Вайн, как краткая форма искусства – это круто. Да, я так считаю. А денег заработать? Ну, сейчас известные Вайнеры, да, в зависимости от количества подписчиков зарабатывают деньги. Но, опять-таки, тут своя система, и нужно профессионально подходить к этому. Чтобы не потерять зрителя своего. Чтобы не потерять подписчиков, не потерять зрителя. Потому что если чрезмерная реклама, она отталкивает. Поэтому здесь уже, ну, своя специфика, поэтому нужно правильно размещать рекламу. Например, я не размещаю рекламу. То есть я начал размещать рекламу, но она уже идет скрытая. То есть я могу снять определенный ролик в определенном ресторане. Но, то есть, я не буду говорить, пожалуйста, идите в это место. Конечно, Вайнер должен быть прикольным и доносить в том числе рекламные сообщения. Да. А еще такой момент. Казахша или Орша? У меня Вайны на русском языке, но я планирую тоже, чтобы были на казахском. То есть более такие ментальные Вайны. Это вот в будущем будет. Вайны у меня разные, то есть, которые начали пользоваться популярностью. То есть у меня было два направления. И первое направление – это под хэштегом «Тенге живи» вышло. Да. То есть ни в коем случае не хочу сказать, что, как бы сказать, что «Тенге» он упадет. То есть, наоборот, в этих приколах, то есть я хочу, чтобы люди немножко улыбнулись, потому что в нашей стране, ну, с нашей валютой не все очень хорошо, чтобы они немножко хотя бы с улыбкой встретили эту информацию. Поэтому вот. И она стрельнула, потому что это актуально. Может быть, перейдем к практической плоскости, потому что когда к нам приходят люди успешные в той или иной профессии, и телезрители, которые в данный момент смотрят это интервью, уверен, им очень, тем из них, кто хочет начать делать вайны, может быть, даже там с целью в последующем коммерциализации своего аккаунта, дайте пару, несколько практических рекомендаций, подсказок. Для начинающих вайнеров, да? Да. Ну, то есть вайн – это своеобразный, мы же делаем юмор. То есть может каждый стать вайнером, но ты должен… Нет, на самом деле я думала, что может каждый стать вайнером. Это очень сложно. То есть я имею в виду, должна быть фантазия, должен быть определен талант. Нужно уметь писать. Важно дружить с юмором просто. То есть если у тебя с юмором не все хорошо, то есть никто не будет смотреть твои приколы, твои видео. То есть даже я, например, до этого у меня было куча приколов. То есть все время ищешь зрителя. И я хочу посоветовать начинающим вайнерам, потому что они должны шутить о жизни, чтобы человек конкретно видел себя в этом приколе. То есть если он видит себя, если у него это происходит в жизни, то есть ему это смешно, он делает репост, другой человек к нему подписывается, и он набирает вайнер. То, что произошло с вами. А чисто техническую дадите подсказку, мне уже стало интересно, да? Смартфона достаточно и нескольких приложений для монтажа. Я сама видела, как это делается. Даже меня вот… Вот тоже известный вайнер Батыров вот учил меня, как это делать. Это дело, честно, 30 секунд. Главное, значит, в данном случае главное – это идея. Идея. И главное – это уместить в 15 секунд. Здесь идея, самая главная идея – уместить в 15 секунд. И здесь не нужно прям таких затрат по съемке. То есть именно в вайне рулит идея. То есть если у тебя есть идея, то твой вайн стреляет. А у меня еще было помимо таких вайнов, я снимал на профессиональную камеру. Да. Бум, там все как положено. И люди писали мне, зачем ради 15 секунд ты там съемочную группу. Целое кино. Да, даже там фотка, видно, что целое кино ты собрал. Ну, то есть, понимаете, подход… Я показал всю серьезность этого подхода. То есть, может быть, кому-то это слишком кажется. Но когда ты снимаешь качество на 15 секунд, они и на картинке видно. Ну, это уже, наверное, следующий шаг, уже для продвинутых юзеров, так сказать. Ну, наверное, да. Чего интересного в 2016 году увидят ваши фолловеры? Может, какие-то крупные задумки там? Есть крупные задумки, но они… Я о них, естественно, так не могу говорить. То есть, много очень образов. Но я сейчас хочу свои образы сделать больше как сериалы уже. То есть, ситком. То есть, развить этот образ на большое количество по времени. То есть, на 15-минутный ролик. Да. Это интересно. То есть, например, у меня есть один образ. То есть, это грубый подкаблучник. То есть, этот образ по концепции двигается так, что мужчина делает то, что должна делать его жена. Но он считает, что он правильно делает. То есть, и ему никто ничего не скажет. Просто он в грубой форме делает вещи, которые должна делать жена. То есть, этот образ существует определенно. Я теперь хочу этот образ развеять и сделать из него сериал, если получится. Может быть, родится история в итоге. Успешная, как у Нуртаса, с Келинкой и Сабиной. Да, кто знает. Кто знает. Сериал, полный метр, много денег, поклонниц. Да. Все отлично. Артем, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам. Я думаю, нашим телезрителям будет очень приятно послушать от вас в это утро каких-то хороших пожеланий. 15 секунд. Нет, у нас будет больше. Хорошо, спасибо. А то я просто буду говорить быстро, это вам могут не понять. Всем зрителям доброе утро. Дарите улыбки своим семьям, смешите друг друга и пусть наша тенге живет. Спасибо большое, Артем. Замечательное. Да. Ну, как бы сказать, тост – замечательное пожелание. Мы можем чокнуть. Да, хорошего дня и успехов. Того же самого мы желаем вам, дорогие друзья. До встречи в программе «Жена Кун». Да, до скорых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова